В эти новогодние праздники дорожные полицейские поймали больше 500 нетрезвых водителей на дорогах края. И это примерно на 30% меньше, чем в прошлом году, говорят сотрудники госавтоинспекции. По их словам связано это не столько с теплой погодой, сколько с тем, что многие автолюбители не рисковали выезжать на трассы, но и с профилактической работой ГИБДД. Также по сравнению с 2015-м снизилось количество преступлений. За 10 дней нового года в крае совершено 7 убийств на бытовой почве. Как рассказали в Краевом управлении МВД, в нашем регионе прошло больше 870 праздничных мероприятий, в которых приняли участие почти 300 тысяч жителей края. Общественный порядок охраняли около 3000 сотрудников полиции. Также в праздники стражи порядка провели больше сотни рейдов по точкам, где незаконно продают алкоголь. Изъято больше 180 литров алкогольной продукции. Кроме этого сотрудники провели профилактические беседы с семьями, которые стоят на учете. Как говорят в полиции, в целом новогодние праздники, каникулы в крае прошли спокойно. Выходные дни прошли без каких-либо серьезных нарушений. Особо было обращено внимание сотрудниками ДПС на выявление лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, либо лица, которые отказались от медицинского свидетельства. Снижение аварийности у нас на 30%. Наверное, прежде всего, это произошло за счет проводимой активной профилактической работы. Подвели итоги праздничных выходных и врачи. За 10 дней Нового года в родильных домах Красноярска и в перинатальном центре появилось на свет 484 малыша, 223 девочки и 261 мальчик. Это больше, чем было в 2015 году. А вот в саму новогоднюю ночь родились 12 малышей. Первой на свет появилась девочка в 4 часа утра. На новогодних каникулах в службу скорой медицинской помощи Красноярска поступило около 17 тысяч вызовов. К врачам обращались чаще всего пациенты с симптомами ОРВИ, с ожогами от использования пиротехники и с различными травмами, которые они получили в том числе и на елках. С обморожениями скорой обратилось 30 человек, среди них один ребенок, на стационары 12 человек. Шестеро из них до сих пор находятся в больницах. Много работы в празднике было и у специалистов травмпунктов. Туда обратились почти 2500 красноярцев, среди них 450 детей. Но, как отметили в Крайвом министерстве здравоохранения, в лечебные учреждения красноярцы обращались меньше, чем в прошлом году.